Патриотизм Я не верю, что Валерий Иванович Войтенко говорит, что ко мне никто не подходил, его все знали, просто стеснялись подходить, а со стороны-то все говорили, что Войтенко идет, чемпион страны, туда-сюда с 70-го года Поэтому чувство патриотизма, оно в первую очередь, поэтому команды футболисты-то играли ни по году, ни по два, когда предлагали какие-то им контракты и они уезжали сразу же из команды А играли по 10 лет, по 15 лет довольно-таки сторожимы играли, поэтому все все знали, руководство было, правда не за большие деньги играли, я тут меркантильные вопросы опять же Тогда про деньги даже и не думали, когда совсем плохо в 90-е годы было, тогда по два, по три, по полгода зарплату не платили, было такое, конечно Но это не самое главное, главное это, что футболисты сами отдавались так, чтобы им не стыдно было выйти в город Поэтому в принципе всегда команда Уралмаш и Урал впоследствии, всегда они спокойно, смело могли футболисты выходить после игр, после выходных дней Смело могли пойти где-то на елку в Новый год, могли пойти на площадь пятого года, на площадь первой пятилетки Спокойно их всегда только приветствовали и всегда только желали им добра, здоровья и всего самого хорошего Ну как, ну по три дня на базе держали до игры, увозили в Кашино, держали там три дня И бывало, что по две, по три игры подряд дома играли Так получается, что по полмесяца с базы не выезжали И сразу после игры, бывало так, что с базы, после игры увозили снова на базу И только утром выпускали там на один день, на полтора дня, чтобы семью увидеть, детей, жен, родителей Тренировки, 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 все, только тренировались И опять длинные были выезды, потому что я помню, когда были в классе А там во второй лиге По шесть игр уезжали, чуть ли не на месяц уезжали Поэтому пока тут проедешь, все, соскучився уже по родному городу Все зависело от финансов футбольного клуба Поэтому иногда поездом можно было ехать по трое, по трое суток Вот у нас Дальний Восток был там поездки, Средняя Азия Ну, конечно, самолет, но опять же самолет бывает, что прилетишь в этот Ташкент А он через неделю только другой рейс опять, обратный путь, допустим И вот скитаешься куда-то, едешь через Алмату или через Фрунзе там куда-то летали Ну, налетались, наездились там, конечно, бывали и приключения Например? Задержка рейса, допустим, задержка рейса Торчишь в этом аэропорту, задерживают на час, на два Потом говорят, полдня, день И вот, а что делать? Что делать? Что делать? Ну, кто-то там, давайте поедем в город Поедем, посмотрим, попьем кофе, попьем чай Туда-сюда, все, пообедаем Ну, естественно, раньше не такой был контроль за футболистами Где-то бывало и позволяли себе немножко лишнего Ну, все, но обратно как-то все возвращались, все было как бы в порядке А во время поездки где-то бывала пересадка Допустим, едешь во Владивосток или в Хабаровск Где-нибудь в Иркутске или в Новосибирске Пересадка на другой поезд Бывало день и находили футбольное поле, клочок И заставляли делать зарядки, заставляли играть с мячом Двухстороннюю игру просто чисто так в дыр-дыр поиграть Вот так поддерживали, приезжали туда ноги ватные Ну, как-то старались, старались И, в общем-то, всегда с очками приезжали Потому что все-таки уралмаш в то время В то время, мы говорим, когда было очень тяжело Всегда был в лидерах, всегда был на уровне Он ниже плинтуса никогда не опускался Очень сложно судить то поколение и это поколение Сложно судить по всем показателям Раньше что было? Зарплата 160 Тренировка, домой пришел, 40 за выигрыш Все в порядке, все нормально В институт поступил, помогли, дальше поехали Ну и помогали, конечно, с трудоустройством после А сейчас... Сложнее Сейчас даже форму за них стирают, гладят, все приносят Да они даже не носили сумки А мы раньше мячи шкурили У нас был договором Борисович Фридмов А нас молодежь, 55-й год тогда набрали Шишкин, Патрушев, Самохвалов, Камалов Там, ну все-все-все были Леонов Так в первую очередь, что было? Мячи, Арон Борисович давал Мячи 20 И берешь и шкуришь их Дают тебе наждачную эту бумагу И ты начинаешь их шкурить А зачем шкурить мячи? А шкурить, чтобы потом покрасить Чтобы они в дождь не намокали И чтобы потом мячи-то мало тоже было У нас же со спортом и интерьером-то были проблемы Поэтому их нашкурили Их покрасили потом И все И целый год Десятью мячами где-то тренировались Я считаю, что И тогда и сейчас все равно должны Футболисты играть за счет характера Если есть характер Если есть лидерские качества какие-то Если у тебя есть Какое-то опять чувство патриотизма И обязанности Обязанности просто перед городом Перед клубом То тогда ты должен на характере Просто если у тебя не хватает где-то мастерства Ты должен за счет характера Вылазить и Доставлять радость болельщикам В первую очередь Что у нас нужно? Чтобы болельщик пошел на футбол Чтобы болельщики пошли Поэтому нужно играть Отдаваться футбольному клубу И вообще отдаваться эмблеме Урама Эмблеме Уралмаша Ты должен всегда быть патриотом И лидером в этой команде На 90-летие Чтоб болельщик всегда был рядом Болельщики это Это Всегда на первом месте выходит А если болельщик идет Значит команда играет А команда играет Значит всем хорошо Всем хорошо Жителям Екатеринбурга До Сировской области До той же России И конечно в Еврокубке Обязательно Как сказали В Еврокубке Попасть это Мечта в общем-то Нашего президента Мечта В мини-футболе Он уже в мини-футболе Он завоевался А в большом футболе Вот надо было выиграть Финал Кубка Чуть-чуть не получилось Но надо будет Думать, что все равно Еще повезет И мы выиграем И достигнем эти цели Спасибо